Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Премьер-министр Карим Масимов потребовал от Арселор Миттл Тимиртау сохранить рабочие места. В городе Металлургов глава правительства провел рабочие совещания по ситуации в горно-металлургической отрасли. При знании общественности в Караганде провели юбилейную 10-ю церемонию вручения премии Акима области Алтын Сунгар выдающимся журналистам. Стоит ли покупать арбузы в июне? Как насладиться вкусом и не попасть в больницу? И что делать при отравлении? Вы узнаете через пару секунд. Что на этой нам искали не покажут? 58 За последние пять лет на металлургическом комбинате Арселор Миттл Тимиртау сократили 8 тысяч человек. Такие данные привел Аким Карагандинской области на совещание в Тимиртау. Премьер-министр Карим Масимов потребовал от руководства предприятия сохранить рабочие места. Асель Сызамбаева с подробностями. На наш взгляд, и инспекция по труду это подтверждает, вследствие недостатка численности работников на отдельных участках, штат сотрудников неукомплектован становится, что повышает интенсивность и напряженность труда. Как следствие, это отражается на безопасности работ, тем самым еще и создает социально определенные напряжения в коллективах. Думаю, что сегодняшнее поручение компании будет принято к исполнению. В ходе визита в Карагандинскую область премьер-министр провел совещание о состоянии и перспективах горно-металлургического комплекса. В мероприятии приняли участие руководители горно-металлургических компаний, недропользователи и представители различных ассоциаций. Всего порядка 70 человек. Арселор Миттл Тимиртау – одно из системообразующих предприятий страны. Здесь трудится большое количество людей. Поэтому пожелание такое, чтобы вы сохраняли рабочие места, несмотря на экономические трудности. Это, наверное, приоритет, который глава государства ставит перед всеми предприятиями, перед вашим предприятием в особенности. Мы готовы помогать, мы готовы смотреть те вопросы, которые вы поднимаете. Но я сразу комментировать не буду, потребуется рассмотрение. Но главный вопрос – это сохранение рабочих мест. В ходе рабочей поездки в город Митталургов премьер-министр Карим Масимов посетил Арселор Миттл Тимиртау и ознакомился с процессом выплавки чугуна в доменной печи номер 2. Сотрудники предприятия рассказали о работе доменной печи, которая была запущена после модернизации в 2012 году. Как известно, решение о реконструкции было принято в конце 2009 года. Это один из самых масштабных и дорогостоящих инвестиционных проектов, включенный в программу индустриально-инновационного развития Казахстана. Реконструкция второй домной обошлась в 109 миллионов американских долларов. После реконструкции проектная мощность составила 1,3 миллиона тонн чугуна в год. Кроме того, Карим Масимов посетил сорто-прокатный цех, где ознакомился с технологией производства сортового проката. Данное предприятие было запущено в 2008 году. Стоимость проекта составила 47 миллионов американских долларов. Ежегодный выпуск проката составляет 400 тысяч тонн. Асель Сазымбаева и Сламбекоспанал Жасгабасов Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В интернете появилось видео с плавающими водичервяками. В описании говорится, что живительный источник с личинками льется прямо из крана в квартирах Юго-Востока Караганды. Авторы видео рекомендуют населению быть осторожнее и не пить такую воду. Сотрудники ТОО Караганды-СУ называют данные видео очередным фейком провокаторов. Так как автор видео пожелал остаться анонимом, водоканал не может отреагировать и проверить правдивость видеокадров. А значит, червяки в воду могли попасть как угодно и где угодно. Не факт, что съемка была сделана именно в шахтерской столице и на видео отображены реальные кадры. В случае настоящих жалоб на качество воды, горожанам рекомендуют обращаться непосредственно услугодателю. В случае ухудшения качества питьевой воды, хотелось бы обратиться к арагандинцам. Они могут дать заявочку по телефону 56 16 81, это отдел главного технолога, или 49 15 40. Это лаборатория контроля качества питьевой воды ТОО Караганды-СУ. Проверяют ли ранние арбузы и фрукты на рынках Караганды санитарные врачи? С таким вопросом мы обратились к администрации торговых точек. Стоит ли покупать арбузы в юни, как насладиться вкусом, не попав на больничную койку, и как обезопасить себя от отравления, выясняла Аймамрина. Самый большой рынок Караганды. Именно сюда арбузы привозят фурами. Из больших машин их мелкими партиями разбирают, как горячие пирожки. Все как на подбор, с виду красивые и спелые. Продавцы уверяют, ягоды сладкие и не содержат нитратов. Ну берут же ведь все. Нитраты есть? Нет. Какие могут нитраты? Есть. Справка, все. Так ли это на самом деле? Проверяют врачи. Наталья Тобасина каждое утро обходит все грузовики и берет пробы ягод, фруктов и овощей. По ее словам, контроль жесткий. Пробы на нитраты одного арбуза делают шесть раз. В случае превышения норм продукты отправляют в лабораторию. Информацию о некачественном товаре направляют в Департамент по защите прав потребителей и в администрацию рынка. Товар убирают с прилавков. Слова санитарного врача подтверждает и начальник испытательного центра Анна Александрова. Санитарный врач проверяет наличие сопроводительной документации. Прежде всего, это фитосанитарный паспорт, это декларация о соответствии продукции, ну и на сопровождающего, то есть водитель, кто ответственный за груз. У них книжки санитарные и у них, естественно, документы на транспорт. И уже при наличии всего этого все равно проводится отбор и проверка на безопасность этой продукции. Что же делать, если вы все-таки отравились? Конечно, бежать к врачу. Инфекционист Ботагос Жантагбаева рассказывает, с начала лета в Караганде фактов отравления фруктами и ягодами немного. Но они все же есть. Первая причина – несоблюдение норм личной гигиены. Самые первые симптомы – это тошнота, рвота, боли в животе, связанные с актом дефекации, сходкообразного характера боли в животе. Проверить арбуз в домашних условиях тоже возможно. Для этого нужно разрезать его и поместить кусочек мякоти в воду. Если вода обретает розовый цвет, значит арбуз был подвергнут окраске. Также жителям можно приобрести специальный прибор – нитрат-тестер. И все же врачи рекомендуют дождаться отечественных арбузов, которые начнут поступать на рынки в середине августа. Оказываемая первая помощь при острой кишечной инфекции в домашних условиях – это промывание желудка раствором ригидрона или слабым раствором марканцовки, применение энтеросорбентов. При неулучшении состояния лучше обратиться к врачам. Спелый арбуз должен быть крупным, но легким, при сжимании слегка потрескивать, при постукивании издавать глухой звук. Сухой хвостик и небольшое желтое пятно от долгого лежания на земле тоже свидетельствуют о спелости плода. Вся продукция должна продаваться и храниться на поддонах не ниже 20 сантиметров. Если ягоды лежат на полу – это нарушение санитарных правил. А ям Амрина Жахслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде провели юбилейную церемонию вручения премии Акима области. «Алтын Сункар» выдающимся журналистам. Премия была учреждена 10 лет назад для поощрения работников в средств массовой информации, которые вносят наибольший вклад в развитие области. С подробностями Асель Сазамбаева. В нынешнем году решением конкурсной комиссии премии «Алтын Сункар» были удостоены 10 журналистов по 10 номинациям. Помимо номинаций, журналисты со всей области соревновались за главную награду – специальную премию Акима области за вклад в развитие карагандинской журналистики. Глава региона Нурмухабет Абдебеков поздравил всех участников торжества с профессиональным праздником. «Именно вы, уважаемые работники средств массовой информации, создаете условия для постоянного и интересного диалога власти и общества. Для большого гражданского разговора объединяете и заинтересовываете людей, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу. Вам доверяют, вам прислушиваются, вас уважают и ценят. За годы независимости казахстанская журналистика прервала свои особенности и поднялась на высокий профессиональный уровень. При этом в процесс формирования свою значительную ленту внесли представители средств массовой информации и нашей, Аргандинской области». Весь вечер была напряженная обстановка, все присутствующие с нетерпением ждали кульминацию. Из десяти номинантов лауреатом специальной премии стал Серик Аксункар Улы. Вместе с заветной статуэткой победитель награжден денежной премией в размере 1 миллион тенге. Как известно, Серик Аксункар Улы – заслуженный деятель искусств Казахстана. Его творчество популярно не только в нашей республике, но и в соседних странах. Стихи переведены на несколько языков. Всего на счету автора 10 книг. «Я очень рад, что получил премию Акима области. Для меня это действительно высшая награда. Это оценка нашего труда. На сегодняшний день казахстанская журналистика не уступает мировой. Мы поднялись на достойный уровень. Могу сказать, что журналистика приобретает четвертую власть. Наше государство оказывает большую поддержку СМИ, и за это им большое спасибо». Своих обладателей нашли награды в номинациях за верность профессии, за лучшее освещение сельской тематики, мастера объектива и многих других. Неповторимую атмосферу праздника создавали ведущие вечера – Аслан Иса и Айгуль Мукей. Каждый победитель удостоен денежной премии в размере 250 тысяч тенге. Победителей было всего лишь 10, но чествовали в этот вечер всех журналистов. А сердце Замбаева, Жаксулы, Кнуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Вечная спешка, нестабильный график, стресс и риск. Профессия журналиста – это настоящее испытание. Суметь в сложный момент взять себя в руки, чтобы не дрогнул ни микрофон, ни голос, выдержать натиск горожан и нападки чиновников. Такова деятельность работников, средств массовой информации. Но есть и хорошие моменты. Сегодня отмечается профессиональный праздник журналистов. Секреты работы корреспондентов Первого Карагандинского раскроет Лариса Хусаинова. Утро в редакции – самое спокойное время суток. Пока в городе нет происшествий или мероприятий, у журналистов есть время пообщаться между собой. Многие приходят в эту профессию случайно. Ведь, как говорят, журналист – это не профессия, а призвание. Главный редактор Первого Карагандинского телеканала Алмаз Мусабеков по специальности – учитель казахского языка и литературы. Но вместо школьников под его началом оказались журналисты. Самое главное для журналиста – это оперативно и достоверно донести информацию до зрителя. Журналист должен ориентироваться во всех сферах деятельности. Мне нравится моя профессия, потому что, работая корреспондентом, можно узнать много нового. Со многими журналистами наши зрители уже знакомы, но за кадром остаются немало важные люди – операторы, звукорежиссеры, монтажеры и водители. Новостной блок – это слаженная работа дружной команды, а руководит этой командой большой профессионал. В этот раз я воспользуюсь своим служебным положением и поздравлю своих сотрудников на весь Карагандинский регион с профессиональным праздником. Пожелаю, прежде всего, здоровья, творческого азарта, стабильности в семье и в государстве. С праздником! Кроме новостей, на Первом Карагандинском есть разные телепрограммы. Например, «Багэт». Ведущая Гульнур Жакен беседует со специалистами на актуальные темы. Программа «Дабыл». Ведущая Жазирая Сипхан проверяет частные и государственные учреждения на наличие информации и рекламных баннеров на казахском языке. Нередко в прямом эфире выходят программы с известными людьми. Кроме того, высокие рейтинги набирает развлекательная программа «Давай попробуем» журналиста Назгуль Талиповой. Автор передачи рассказывает о моде, красоте и о публичных людях нашего региона. «Работа телевизионного журналиста очень яркая, насыщенная. Жизнь на телевидении – это практически 24 часа в сутки. События могут произойти как и ранним утром, так и поздним вечером. Поэтому мы счастливы. Я, по крайней мере, счастлива, что когда-то пришла работа на телевидении. И в настоящее время не представляю себе жизнь без телевидения. И, наверное, многие коллеги меня поддержат, так как телевидение считает, что это приятное болото, которое засасывает». Главное в новостном сюжете – правильно выставленные кадры. Это дело техники и рук монтажеров, и телеоператоров. А так идет подготовка к записи новостей в студии. Оператор настраивает свет, выставляет камеры. У диктора своя задача – подготовить внешний образ. Макияж, прическа и можно выходить в эфир. Свет, камера, мотор. Телевидение – это настоящая жизнь для тех, кто по-настоящему окунулся в эту сферу. И не зря говорят, что бывших телевизионщиков не бывает. Лариса Хусейнова, Сламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мужество и смелость учат старшие наставники карагандинской полиции. Любить свою профессию и быть готовым рисковать жизнью, защищая граждан – вот высшая цель каждого полицейского. Об уроке мужества расскажет Лариса Хусейнова. В марте текущего года бесстрашным поступком отличился майор полиции Даурен Алтаев. Участковый в тот день приехал на вызов соседей. Горела одна из квартир. Жильцы сообщили, что в квартире находятся дети. Майор Алтаев, не раздумывая, бросился на спасение. Передвигаясь на ощупь, он вынес детей из горящей квартиры. Я в этом районе вообще больше 10 лет работаю на административном участке. Планировки все знаю. Потом нашел детей, которые спали. Сперед двоих вытащил. Потом зашел обратно и двоих вытащил. Такие мужественные поступки становятся примером для молодых сотрудников правоохранительных органов. В летопись органов внутренних дел вписываются новые достойные имена. Проводить уроки мужества в Караганде уже становится доброй традицией. Основная цель мероприятия – пропаганда традиций и формирование положительного имиджа казахстанской полиции. Те сотрудники, которых мы сегодня представим, вашему вниманию, поистине заслуживают самых высоких наград. Но они служат невоимой честью и по ширине. Главная из-за награды – благодарность наших граждан. На сегодняшний тематический вечер мы также посвящаем тысячам наших сотрудников, честных, порядочных, настоящих профессионалов. Тематический вечер был посвящен всем сотрудникам Департамента внутренних дел Карагандинской области. В любую погоду, в любое время суток, не жалея своих сил, они делают нашу жизнь безопасной. Лариса Хусейнова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова